Несколько минут до начала представления. Последние приготовления перед выходом на сцену. Малыши тщательно отрабатывают танцевальные движения, проверяют, всё ли в порядке с концертными костюмами. Мы будем показывать танец рыбок. Как долго вы его репутировали? Очень долго. Но мы уже выучили его. И хотим на сцене выступать. У меня роль кораблика. Я буду держать на месте и качать кораблик. За кулисами волнуются юные артисты, а в зрительном зале их родители, музыкальные руководители и воспитатели. Украшенная сцена и красочные наряды участников притягивают восторженные взгляды всех пришедших на фестиваль. Мне очень приятно осознавать, что мы продолжаем наши традиции, которые были заложены ещё с 2008 года. Конечно же, это было и классическое, и были посвящены театру. И, конечно же, произведениям Чуйковского и Глинки. И мне сегодня очень приятно, что мы возвращаемся опять к нашей классике, к Александру Сергеевичу Пушкину. Вряд ли найдётся человек, которому не была бы знакома сказка о царе Салтане. С детства и на всю жизнь входят в наше сознание её персонажи. Царь Гведонт, Качиха с Поварихой, Свати Бабой Боварихой, Царевна Лебесь и 33 богатыря с дядькой Черномором. В этом году музыкальная гостиная была приурочена к 185-летию произведения Александра Сергеевича Пушкина. Воспитанники из более чем 15 дошкольных учреждений Ленинского района подготовили свои музыкально-танцевальные номера на заданную тему. Выбирать номера очень сложно. Каждый садик готов предложить своё участие. Номера поставлены великолепно, шикарные костюмы, поэтому выбор очень сложный. Но сцены есть цены, поэтому участвуют в гостиной лучшие из лучших. Выступая на сцене, ребята чувствуют себя артистами, пусть пока ещё и маленькими, но слышат настоящие овации взрослых, видят восхищённые взгляды сверстников и испытывают при этом огромное чувство гордости. Как отмечают педагоги, в образовательном процессе музыкальному воспитанию отводится важное место. Именно на таких праздниках становятся очевидными успехи дошколят и результаты труда всех специалистов.